Прогуляемся вместе с тобой по моему прошлому Яхве, светлое прошлое Вот это 2001-2002 Если ты видел мой первый блог Если не видел, то он там Который 1.0 То эти годы я провел в Яхве Я учился в ПТУ На специальность грузчик Ну почти Вообще это был инфотехнолог Вот одна фигня Ручки хоть полезные И в те далекие времена Вот это место, где я сейчас Была остановкой А сейчас остановку Маус перенесли Вон примерно туда Не знаю почему, так уж вышло Город чутка изменился Но тут все еще живут Хе-хе Странно, правда Сегодня мне пришел в голову Один интересный план, который мы сейчас с тобой осуществим Дело в том, что я учился В начале 41-м профтехе Это был горнообразовательный центр Там учили шахтеров Причем 5 лет Потом забросили А последний, третий год Я учился уже в 11-м профтехе Или Яхве Амитиколь Школа занятости Вот И 41-ю профтех Году это в 2003-м Свечку не держал Забросили И потом он успешно развалился Давай-ка мы с тобой прогуляемся И выясним, что с ним стало Пошли Начнем мы от остановки Вот здесь я высаживался И топало Вот куда я топал Я точно не помню Сейчас будем вспоминать вместе Ну куда-то по этой дороге Это определенно А дальше куда выведет Я немножко посмотрел Гугл-карту Однако аж Ничего внятного Я там не нашел Спутник сделал снимок 2012-го года И там Что-то вообще мутное происходит Вместе узнаем Опять же Если помнишь Мой первый блок То там я пытался Дойти до 41-го Со стороны кладбища И не дошел Уперся в гору Сейчас еще погода Конечно прекрасная Но ладно Что-нибудь придумаем Спонсор нашей Фигни Берц Всепогонно универсальный Значит я думаю Насколько я помню Вот по этой дороге Надо было идти Только я не вполне помню Куда Но сейчас будем вспоминать С тобой вместе Правтех был весьма Интересным временем И в основном радостным В отличие от моего Кухлоярского прошлого Которое может быть Вудет позже Чем этот блок Может быть Вудет раньше А может быть Не видит вообще Потому что Объедет А так Ну ты понял Что нужно сделать Блин Какой же дождь Еще и ветер Вообще все прекрасно И все для нас Ладно Мы в тельняшках Реально в тельняшке Ну извини Растегиваться Я в такой погоде Не готов даже ради тебя Итак Время это было Интересное Мы были Экспериментальный курс И у нас Была Блочная система То есть Брался один предмет Например математика И просто шло У нас было всегда По три пары Они заканчивались Очень рано В 12.30 Вот И допустим У нас были Три пары математики И две недели Только математика И все Больше на этом курсе Математики уже не было Вот Но это было полбеды Допустим Когда была информатика Тогда была вообще красота А вот представляешь ты Что такое Шесть недель эстонского Когда тебе каждый день Нужно Особенно на третьем курсе Было Тему То есть Он еще был во вторую смену Потому что Учителей не хватало Поэтому было в две смены И вот ты в шесть часов Приходишь домой А я между прочим Жаворонок И тебе надо было На следующее утро Потому что На следующее утро Ушел в первую смену Отвечать тему И ночью ее как-то выгубривать Ну вот еще был бесед Неудивительно Что это в эстонске Прогуливали вообще все На третьем курсе Там за партой сидело Две девочки То есть проще Как же я его сдал А очень просто По эстонскому У меня были маленькие проблемы А вот По информатике У меня проблем не было И лучше всего я шарил По программированию Давайте мы вот к этой штуке Подойдем Мне интересно Вот И значит Я поехал На олимпиаду По программированию В Таллин И занял четвертое место Вообще И лучшие из профтехов Ну и потом Директор Ваня Что я могу для тебя сделать В рамках разумного Я говорю Спешите мне долг По эстонскому Ладно Только экзамен сдал Сдай Ну сдал я его На тройку Как и все И долг списали Спасибо тебе директор Не помню как тебя звали Правда Так Здесь у нас рампа Она какая-то Стремненькая Но она есть Что уже хорошо Этого не было Ну что же Интересно Хотя что-то Толпы скейтеров И самокатеров И боебиксеров Я тут не вижу Ну Может быть Они в адвис ушли Ладно Продолжим наш путь Что у нас еще Было интересного Физкультура Там была прекрасная Качалка Которую никто не ходил Ну вы понимаете Настоящих Профтешников Их интересовали Только девочки Выпить И точно Не физкультура Ну или Выпить с девочками Поэтому В спортзал Ходили мы У меня там было Два друга И оба Леши Вот С одним Лешей мы до сих пор Дружим А другой Леша К сожалению пропал Вот как раз тот Про который Вы сейчас рассказывали Который мы вместе Ходили в зал Был качок Он уехал В Россию И дальше С летом Теряется Несмотря на все Попытки его найти Мне это не удалось Ну хоть пиши на программу Жди меня А жаль Хорош был парень Надеюсь Ну здесь у нас Древной пар Здесь видимо Тоже что-то Погода просто Умиляет И Распорт На подвиге Но Как говорила Моя добрая бывшая Главнее всего Погода в доме Все другое Суета И можно уладить С помощью зонта Вот такую погоду С помощью зонта В это Утонуть можно Не факт Что ее можно уладить Но мы все-таки Попытаемся Так Значит Куда-то я вышел Вопрос в том Куда мне дальше Не помню Поэтому будем идти По Наитию По-моему Куда-то вон туда Но если мы с тобой Слегка заплутаем То я думаю Ничего страшного не произойдет Так Здесь вокзал Значит я еду Наверное в пути А мне куда-то правее Попробуем пойти вперед Ну если что Будет Квест Найди правтех Потому что Вот эта дорога Мне знакома Так Не задавят Не задавят Не задавят Ну На вокзал Мы как-то в другой раз Входим Сейчас у нас другая задача Осторожно Опасность падения Снега с крыши Вот да Слушай Снега с крыши Здесь просто Не берет Буду упасть Так По-моему Куда-то Вон туда Головное Отличение Недавно Сильно Похоже На такие же Драные дома Я тебе уже Показывал Да На 302 Квартале Собственно Сильно Они тут Я бы не Отличаются Вон там Скорая помощь Что не удивительно А ну да У меня же Светлое прошлое Ладно Идем по светлому Собственно А куда мы идем Но я думаю Куда-нибудь Мы дойдем Вероятно Вперед А по той стороне По той стороне Какой-то домик Веселее Значит В профтехе Было много Интересных Учителей Вот помню Например Валеру Фамилию Называть не буду Который Уж не знаю Как туда попал Он был Великий Теоретик Айти Ему Очень интересно Рассказывать На любую тему Например Что такое Двоичный код Как хранится Информация На жестких дисках И прочую Китайскую лабуду Мы с ним Собственно Вдвоем Разговаривали Все остальные Нас не понимали И поговорят По-китайски Какое Интересное Место А вон И заброска Мне этот Кирш Вспоминается Как же он Там назывался Какой-то Там Старый Дом Соседи Не стали Его тогда Хоронить Лишь доски Достали Решили Заколотить Двери Окна Ну как-то так Видимо здесь Снимали Что Героятно Тут был Вспомнил я Где мы Профтех Вот по этой дороге Смотри-ка Дело в том Что по карте Я не ориентируюсь Все мои девушки Называли это Географическим Кретинизмом Однако Аж Ноги Дорогу Помнят И я ее вспомнил Вот там впереди Башня Не знаю Видно ли ее тебе С камеры У нее фокус Меньше Я это уже замечал Но мне видно Значит То что было Когда-то К первым Профтехом Оно находится Там А вот что там Сейчас Я реально Не знаю Скоро выясним Какое-что Все красивое Вот здесь По-моему Был какой-то Продуктовый Магазин Не помню Почему-то Вот интересно Но не помню Столько вроде Раз тут ходил И тем не менее Вначале один Потом с друзьями В профтехе Было мое становление То есть там Я постепенно Начал становиться Ну Не таким Крутым Самовлюбленным Болваном Как сейчас Но что-то подобное Вот И началось-то Все так Мы там играли В квейк Квейк 2 Ну Олдфаги Лайк За квейк 2 И в этот квейк Я не то чтобы Играл круто Но на уровне Одноклассников С учетом того Что я пожизненный Геймер Да Но небо и земля И они меня Из-за этого Зауважали Начали прислушиваться К моему мнению И мне понравилось И это было Реально круто А еще у нас С тобой Дорогой мой друг Батарея садится Вот И значит В профтехе Был еще один Забавнейший эпизод Там был чемпионат Профтеха По контрстрайку И Там был КС 1.0 То есть Тоже для олдфагов Ребята КС 1.0 Это значит Что я беру пулемет Даю полную очередь В башку И попадаю Ну ты понял Это вам не КС Гоу И мы этот чемпионат Выиграли Но Хотя пара пластиковый Парапластиковый кокос Тут есть Но очень стременько Сзади Я кстати Этого всего не помню Да в день Реально не был Ладно А мы продолжаем У меня есть Вторая батарея Так что На третью Так не задавайте Вот здесь Смотри какая красота Пром-зона явно Хе-хе Класс Поснимаю Написано Что баня Очень красиво Вот реально Забредешь же иногда Такие чудеса Да Сказка Посреди дна Кто знает Что это Пишите в комментариях А я пошел Вот это мог бы Опять таки Снять светлый блогер Ну ладно Я думаю Что ни один светлый блогер Сюда вообще В жизни не залезет Хе-хе Поэтому я сейчас За обоих А вот это вот Здание напротив Оно реально стрёмно Так А мне Куда-то вон Туда Сейчас попробуем Дело в том Что здесь закачивается тротуар Тут катаются машинки Блин Мне не хочется Чтобы меня катили Из лужи Но что не сделать За тебя Ладно Пойдем куда-то вперед Не знаю До куда мы дойдем У меня подозрение Что не до куда А если я вот сюда Попробую К этому зданию Сунуться Здание вроде Как-то ремонтируется Или что-то там делается Непонятно Ничего А что-то здание Понятия не имеет А за ним Просто руины Раньше я помню Что тропинка вела Горнообразовательному центру А что сейчас Так Еще какую-нибудь байку Про горнообразовательную Рассказать Там был Эстонский курс Он был крохотный И вот кто там Говорит про дискриминацию Что эстонцы нас обижают Но только не в Косоярве Вот Там этот курс был зашибленный И они вот Когда-то один им Навстречу всему курсу шел То они пытались запрыгнуть На потолок Лишь бы тебе как-либо Не помешать И дай бог Они тебя обидят Вот Помню например Один такой эпизод Когда весь эстонский курс Поднимался Полезаться наверх И просто один Нехороший человек Ногу поставил На проходе И все эстонцы Расселись по ступенькам И сделали вид Что они домашку повторяют Не я реально потерялся Но вот что я точно вижу Это то что там башня А вот башня Вон там впереди Это и есть Она как раз Была рядом с Правтехом Но сейчас я видимо Где-то упрусь в ворота Ну ладно Сколько пройду Столько и пройду Значит Этот кусок моего Светлого прошлого Так и останется Светлым прошлым Другого ориентира У меня нет Тут все поменялось Или я иду не по той тропинке Я там еще с другом связался Может быть он что расскажет Вторым лежа С которой бы до сих пор друзья Вот Потому что я реально не помню Так На этом месте я прервусь Заменю батарею Хотя это будет стрёмненько сделать Под дождем И продолжу Ух и нелегкая была Эта работа Под дождем Все это менять Однако же сделал Продолжим Да Дальше я уже вспоминаю Что я реально подходил Ладно Докуда дойдем Докуда дойдем Здесь я не был Лет наверное 15 Хотя вряд ли здесь сильно Что-то изменилось Стремненький райончик Конечно Много заброшек Можно будет как-нибудь Отдельной темой Сюда с Алексом слазить Вон например Вполне себе прикольная заброшка Вопрос как туда попасть Только Она может быть под охраной Поэтому если подосунешься То тебя просто Охраннички повяжут Ну давай глянем Интересно же Дети не повторяйте это дома Сертифицированный Лайфкоуч Ваня Не рекомендует Лазить По подобным заведениям Добрать Как правило не доводит Ага Секла выбиты Охрана тоже Однако Тут все железо заделано Поэтому так просто Откуда А нет Залезешь Вопрос Ну зачем Нет Не залезешь Там вообще кирпичи Интересно Ну да Тут нужно быть Ассасином И применять Какие-то Акробатические Трюки Которые я пока что Не готов Теперь что за грох Понятия не имею Так А тут у нас Старая детская площадка Ну Мне куда-то туда Вопрос в том Куда конкретно Хе-хе-хе Ладно Откуда Мне неоткуда Не залезть Или кирпичная стена Или Железом закрыто Зонтик так и норовит У меня сдуть О Вот здесь какая-то Суровая русская площадка Тут пол играть Выглядит жутко Гаражи Гаражи я помню То есть я явно По правильной дороге иду Вот по этой дороге Надо топать Вопрос в том Куда притопаем А вот промзону Ну хоть убей Не помню Горы вот тоже помню А я там были рядом Вроде похоже Что еще интересного Могу рассказать А что я туда помню Было там два преподавателя Инфротехнологии Ни одна из них По специальности А нет Две по специальности Никогда не работали Одна была швея А потом переучилась До сих пор Кстати там преподает Ну уже Практик другое Вот и понял Вот А вторая была Еще кем-то Вот Суть в том что Допустим Программирование Преподавал человек Никогда в жизни Не работал программистом В теории конечно Прикольно Да вот только Так его не сработает А был вообще Один кадр Он был раньше Сварщик Ну преподаватель А потом Переструился И стал преподавать сети При этом он Никогда в жизни Не видел в глаза Компьютера Но он рассказывал Нам в теории Про сети и модемы А еще такой Анекдот могу рассказать На фоне этой жизни Значит У нас железа не было Ну железо Это чтобы ты понимал Персональный компьютер Да То что не программа То что потрогать можно Это называется Железо На нашем айтишном языке И Его не было И поэтому мы Разборку и сборку Компьютера проходили В теории Милом на доске И так же установку Windows Чему научились А ничему не научились Прикольно Ну примерно так Мы ничему и не учились Расскажу еще один анекдот На третьем курсе Девочка Будущая айти специалист Или как ее там У нее случайно Пропал ярлык С рабочего стола Если ты понимаешь О чем я Для программы И она просто не знала Аааа Это же марта Какой же Хе-хе-хе-хе-хе Ой лайк Подписка Ну вот Она просто не знала Где эту программу взять И для чего она вообще существует То есть айти специалист Не смог открыть программу Поэтому из 35 Которые начали И 18 Которые закончили Реально специалистами Стали Ну может быть Четыре человека По специальности Устроилось работать Ну может быть Эти же четыре человека Один из них был я Я там большую часть Жизни проработал На заводе Оператором станка Поэтому Вполнись я по специальности Похож я его нашел Профтех свой родной Вернее то что от него осталось Потому что от него Ничего не осталось Но у меня подозрение Что вот это вот все Что ты сейчас увидишь Впереди Это же не с нуля построили Это видимо как раз Перестроенные корпуса Профтеха Вообще интересно То есть Google Навигатор Он не соврал Это вполне соответствует тому Что я собственно говоря И Видел По карте С этой стороны У нас участки Наполовину дикие Так оно и было А вот там вероятно Только я не понимаю Почему дорога асфальтовая Насколько мне с детства Вспоминается Хотя фотографий Тех времен не осталось Тогда еще не было Фотоаппаратов Шутка юмора Я помню Гравийку А не асфальт А этот асфальт Я был советских времен Убит в хлам Вот башню я точно помню Что башня Она как раз была слева От основных зданий ПТУ А знания ПТУ Я хоть меня тресте Надо фотографии что ли В интернете найти Только он не гуглится Это 41 ПТУ Ребят кто знает Подкиньте что ли Вот Я не помню Как они выглядят Хотя два года там проучился Или один Да не вроде два Вроде на третий курс И нас перевели в одиннадцатый Какой-то жуть Что-то строительное Но если что Если меня тут будут вязать То уважаемый зритель Докажи Никакого знака не было То есть там просто стояла Бетонная плита Ну и что Мало ли что где стоит Да вероятно Вот он Бывший 41 Хотя тут уж головой не поручусь Я совсем потерялся Единственное что я помню Это вот эта вот башня Тоже кстати Прикольная заброшка Можно к ней подойти Вот Она была А вот все остальное Мне совершенно не знакомо Но вряд ли эти корпуса Построились с нуля Возможно это были Как раз технические отделения Потому что это был Горнообразовательный То есть там учили Шахтеров И напрямую Давали им практиковаться Да И вполне возможно Ой очень хочу Вот в башню залезть Вполне возможно Что вот эти вот Корпуса технические Остались и сейчас Их используют просто Как какое-то действующее Предприятие Понятнее Что за предприятие Написано Баусал А самого профтеха Может и не быть То есть возможно Вот то где мы сейчас С тобой ходим С землей сравняли Но опять же Не помню Вот абсолютно Но он явно был Вот где-то Вот прям здесь По-моему Право Вот где эти елочки Возможно были Это не елочки Ну ты понял Это жуть-то какой Какая-то гигантская машина Еет С мигалками Ну а мимо Давай я туда Попробую Если там открыто Темно правда Ну не самый яркий тут фонарик Тут гора мусора Вот собственно и вся башня Котень Причем тут еще есть этажи Блин так Вниз я падать не хочу Я там и отхожу Наверх тоже идут этажи Вероятно была лестница Но чтобы там не было Сейчас ничего этого Как видишь уже нет Этажи идут наверху Начал собственно и конец Ладно На этом серию Можно успешно заканчивать 41 профтеха нет Остались только какие-то Техические помещения Которые теперь используют Не для этого А с тобой был я Валя сертифицированный лайфхолм Лайк, подписка, колокольчик Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok